Указ номер 365 о развитии агротуризма, который начал работать в конце 2017 года, вызвал большой энтузиазм как раз среди тех, кто активно работает в этой сфере. По словам самих хозяев агроусадеб, минувший год был для них непростым, и этот указ – хорошее подспорье для развития и плодотворной работы. Вместе с тем увеличение сроков безвизового пребывания, а также расширение территорий, которые попадают под безвизовый въезд уже сейчас, в феврале, вне сезон, позволяют работать в этом направлении. В Свислоческом районе на одну из агроусадеб приехали необычные гости – жители Нигерии, Туркменистана и Индии. И хотя это иностранные студенты, которые сейчас учатся на подготовительных курсах, чтобы в дальнейшем продолжить учебу в Гродно, белорусский народный колорит для большинства из них был чем-то неведанным, непонятным до этих выходных. Для гостей устроили настоящий праздник в белорусском национальном стиле. Иностранная молодежь подключилась к старой традиции гуканья весны. Кроме того, они водили хороводы, играли в снежки, катались на санях, перетягивали канат, посетили домики ремесленников и приобщились к традиционным белорусским прикладным искусствам, познавали азы гончарного дела и даже приняли участие в мастер-классе по соломоплетению. Результатами трудов стали птицы, которых гости плели из соломы и с помощью которых весну и звали. Хозяева агроусадеб демонстрировали исконное белорусское гостеприимство и хлебосольность. И даже с гостями из далеких экзотических стран сумели быстро наладить контакт. Мы сумели им показать очень много активных игр. Они встретили хухань весны, они танцевали, они играли в снежки, они катались на санях, на лошадях. Мы удивили их очень вкусным обедом со слов наших многоуважаемых гостей. Им нравится белорусская кухня и обещали приехать к нам еще надолго. Ну и какой праздник в белорусском доме без богатого и щедрого стола. Блины, картофельные и мясные блюда, традиционные напитки. Эта часть программы ни одного гостя равнодушным не оставила. Очень в белорусской кухне очень вкусные драни и березы сок. Все очень вкусные. Я благодарю. Очень хорошо, очень вкусные обеды. Я люблю картофель, курицу, пенни. Да, очень вкусные. Я люблю, березы сок. Очень вкусный сок. Благодаря этому указу, а также увеличению сроков пребывания в безвизовой зоне и расширения территории летом в разгар сезона, ожидается существенный приток туристов.